всем добрый день тегон 2 ой 2 2 день тогда я разобрал сегодня понедельник на начинать попробовал я отстучать часть была завернута кривая ну отстучал туго 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 машина тугая штука хотя она вроде не толстая то хотя чего не толстая он не 5 2 с половиной миллиметра толщина толстая прикрутила все-таки подрамник кроме одного болтика это посмотреть все будет тут не будет вот еще не прикручены не нормальненько все вот так вот берешь и легко пик и все он плотненько стал короче все класс болты и болты будут другие потому что я посмотрел через когда не было болтов через подрамник в резьбе все стоит ровно но когда начинаю крутить болты они кривые все этот подрамник блин так телепать начинает при зажимке то есть бред это все сейчас даже ровно выставить невозможно один миллиметр только сейчас подрамник ушел назад а так он зажат все кроме одного болтика видно такой кривой не видно да ну то есть гулящий болт вперед ушел назад ушел опять вперед не под болты будут другие просто я все вытянула потом уже откручу три болта отвезу пусть подбирают еще где хотят есть значит эту штуку не знаю буду отрезать не буду скорее всего буду потому что этот телевизор сделан рамкой и пара крепится тут тут то есть наклон любой будет плохо блин не знаю мне кажется его не угадаю сильно поэтому от сверлими по месту потом приварим как и 1 и 2 наверно начнем с этого там как бы ничего интересного нету я вот выровнял вот эта плоскость должна быть сейчас по идее параллельно стапелю они должны быть в одной плоскости то есть она должна вот где-то быть она видно что за завернута это вот насколько надо его бог оттянуть чтобы она стала параллельно стапелю потому что машина стоит по стапелю отлично и передняя часть относительно стапеля ровно и задняя там часть относительно стапель ровно но может плюс минус чуть то есть этот мы пока не трогаем это пусть стоит займемся то что сильнее получил сейчас если получится видно какие-то русские складки как-то не знаю хотел как-то тут зацепиться тут складка сейчас попробуем как-то зацепиться хоть чуть-чуть его оттащить потому что я его даже не вырежу вообще не никак половину вообще не вырежу то есть как-то зацепим и как-то потянем хотел я отбить он даже отвертку пытался вогнать не могу жесткая поэтому ничего оригинального не придумал как возьмем сейчас пластинку и приварим ее вот примерно вот так хотя надо по 90 градусов но все равно там и не дотянем нам хотя бы немного ее надо оттянуть чтоб я долез там отпилил все на свете и будем варить ее вот еще который приварил лонжерон холстинка лонжерон вот к этому шву прям и постараемся сейчас приварить в общем я работаю сейчас приварим а потом потянем хоть как-то попробуем отстучать это все ну ладно варю смотрим и 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 уже все сделать делаем и его а это и еще в толщина у нее троечка может там заусенка может два с половиной теперь короче отрезаем отрезать сейчас отрежу и будем дальше тянуть криза обычная кобальтовая как делал сто раз было сверлится этот тигон обычно привет в общем как отсверливал сбили чуть помешали обычно сверлится а ну это же и лонжерон я сверлил обычно все сверлится все классно нормально есть разрезал тут уже круг не долазит сейчас мы вот тут фрезой высадим раз а потом зубилом пробьем вот этот момент 8 миллиметровый и доломаем потому что лонжерон перерезать еще не хочу не утянуть надо век снял как и говорил две точки фрезой сделал зубилом раз ударил выломал есть в середине стоит усилитель еще толстый тоже где-то два два с половиной нам мешать будет поэтому ему его примерно вот так вот напхали сюда мобили а вот так и ликвидируем с этой стороны я уже высверлил с этой начал сверлить понял надо вдруг чуть показать кому-то хотя сверлится самым обычным образом вернее обычный металл сверлится нормально еще раз повторюсь как фрезу затачивал уже сто раз было отчеты резкость не хочешь наладить на виде течет но это штук аппарат все так неправильно работаешь кстати я призывающий в этом гараже скок работают я сделал бмв я еще ни разу и не затачивал не хочу боюсь подпортить есть отсверлили видно видно зубилок я показывал такое чудо ну мне так пришлось уже много много лет работает поэтому опять же фрезой видно нет не видно 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 тут позже призву взять на ташики надо переставлять а Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Первый вариант взять зажим, подтащить раз, подтащить два, раз, два, ну типа подтащил, переставил ниже, потащил, потащил и лезть еще один вариант нормальный. Взять и по углу разрезать полностью сантиметров 10, тогда достаточно будет вытащить один низ и один вверх и заварить. Можно так. Здесь просто не знаю, тут есть острые складочки еще, порватые. Ладно, попробуем сперва по отдельности, ой не по отдельности, сперва вместе сейчас все попробуем потянуть. Поставил зажим, сейчас будем тянуть немножко вбок и немножко вниз. И возьмем еще на всяк пожарный, поставим фанерку до ворот, потому что, блин, мне пенопласт жалко. Ну как бы он новый, и тут на тебе сразу дырка. Вот так вот. О, теперь далеко не улетит. Ладно, тяну, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом мы разобрались примерно сейчас с кончиком. Ну примерно плавно, ровно достучим, потом зажим снимем, уже достучим. Кантик пробьем, пару ямок еще выбьем, заварим. Есть, как бы кончик уже примерно плавно, ровно. Теперь надо же разбираться с этой складкой. Теперь на лонжерон тащите туда и вниз. Есть момент. Да, он же вверху, конечно, он вверху. Сейчас будем разбираться. Было еще несколько попыток потащить лоджерон. Я его тянул в бок, вперед, вниз. Не получилось. Потом я зажал вот большой зажим свой. Я утянул в бок. Не получилось тоже, ничего не получилось. Но когда тянул, чуть-чуть смотрю, вот начала складочка чуть-чуть расходиться. Я ее так слегонца простучал. Ничего, она сейчас еще не разошлась, кривая-кривая. Есть. А лонжерон как-то смотрит вот так. Как и этот. Он тоже смотрит вот так. То есть, ну, я предполагаю, он должен быть параллельно с тапелью сейчас. А они вообще ни черта не параллельны. Отрихтовал с трудом эту байду. Очень тяжело рихтуется. Я тут старые места, ой, я тут маркером метил, как она должна стоять. Чтоб я ни вверх-вниз не приварить ее. Есть. Сейчас прихватил. Сантиметр шва пусть будет. Потом все равно свежим будем варить, рифтовать, доваривать. Сейчас сантиметра три они стянуты относительно этой билиберды. Сейчас я ее поставлю как-то. Просто на зажимчик. На зажимчик прижму. Например, тут сверху один зажим, второй. Сейчас я разобью ее на центр. Узнаем, померяем, узнаем где центр. Маркером наметим центр. Поставим ее. И полезем мерить диагонали. Диагонали, наверное, буду от болтов мерить. Подрамник, кстати, я поддомкрачивал. Чтоб он вниз не ломался, когда лонжерону не сломаю. Потому что он сейчас стоит полностью в нуле. Лонжерон. Удар где-то здесь вот. Что-то произошло. Здесь не произошло. И дальше тоже не произошло. То есть мы сейчас поставим и полезем в диагональ. Ее померяем до центрика. Тут центр будет. Чтобы знать хотя бы где она должна стоять. И она уже покажет, насколько надо тут туда тащить. Насколько тот. А тащить не могу в бок, потому что зацепиться не зашил. Вот я попробовал зацепиться. Я вон, видите, аж металл начал этот продавливать. Теперь надо отстучать. И здесь сейчас не могу зацепиться. Может надо было сперва, когда он зашит и был, потянуть. Я его перегнул. Он и так сейчас немножко перегнутый. То есть больше надо низ затащить, чем вверх. А пластину приваривать здесь, блин, неохота. Как-то оно похабно будет. Есть вот одна там М-10 резьба. Но одной М-10 резьбы будет очень мало. Ладно, сейчас я померю. Посмотрим, как получится, что. Поставил нивелю. Здесь середину подрамника нашел. Маркером наметил. Здесь от отверстия, от отверстия, от порожка. Примерно серединку вот вывел. Ну, тут не попало сейчас на 2 миллиметра. Блин, я просто случайно сбил ее. Ну, теперь вот. Взяли отверстие, померили. Ага, семерка. Абана. Семерка. Есть. А, здесь. А, здесь даже. Тоже чуть-чуть. Да, блин, я его рукой чуть толканул. Рукой чуть-чуть я его сбил. 3,9. Опа. 3,8. Нормально. Есть. Тут еще прикол, что у лонжерона нифига не одинаковые. Тонкий, толстый, маленький, высокий. Не знаю, чего мерить. Тоже вот, не знаю еще. Ну, давайте вот. Вот я взял от кончика, померил. Получилось 41,5. 41,5. Это так пока на грубую выводим. 3, 43 и 3. Туда надо пихать. Сейчас мы этими займемся. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...